друзья всем привет меня зовут дмитрий я являюсь инженером технического отдела компании строй гарантонапа сегодня у нас обзоре маленький скромненький домик который я предлагаю вам все вместе посмотреть поехали дом готовится к сдаче то есть сама дверь еще находится защитным покрытием так называемым полиэтиленовая пленка я думаю это нарушать не будем предлагаю пройти внутрь как мы можем видеть основные строительные работы и отделочные уже завершены и на данном этапе производится уборка дома для того чтобы он мог обрести приятный и презентабельный вид для наших клиентов сам проект является нашим стандартным проектом типовым на основе проекта 130 квадратных метров здесь у нас располагается кухня гостиная на входе у нас располагается спальня основной отличительной чертой этого данного проекта является его выход на террасу во первых у нас имеются здесь два панорамных окна у каждого вида остекления есть поворотно-откидная створка и также есть у нас выход на террасу посредством окна пластикового дальнейшем я думаю террасу мы с вами посмотрим что есть еще из интересного у нас есть это розетка под кондиционер розетки под зону т.в. кухонная зона обратите внимание котел он уже находится у нас наш котел ордерия с коллектором теплого пола на данный момент здесь установлен установлен электрический котел но дальнейшем мы предусматриваем что здесь будет висеть газовый котел для этого у нас имеется определенное количество труб мы предусмотрели дополнительную трубу которая нужна технически для технического подключения газового котлу и здесь ничего штробить долбить не нужно будет просто перепаяется количество определенных труб и все у нас спокойно подключится здесь идет питающий кабель для электрокотла в дальнейшем когда у нас будет а газовый котел мы будем пользоваться этой розеткой эта розетка нам нужна для того чтобы подключить циркуляционный насос для гребенки теплого пола, эти две розетки нам нужны для того, чтобы запитать зону кухни, зону готовки, эти две розетки нам нужны для того, чтобы запитать варочную поверхность и духовой шкаф. Соответственно, здесь идет усиленность всесечения кабеля, если я не ошибаюсь, 5 на 4. Дальше у нас еще идет вывод кабеля для подключения вытяжки, дальше у нас идет двойная розетка в этом месте, двойная розетка в этом месте для того, чтобы мы могли подключить с вами еще какие-то электроприборы в зоне кухни. Это у нас идет вывод для подключения раковины и подключения горячей и холодной воды. И еще одна розетка для того, чтобы мы могли с вами подключить холодильник. Решетки маленького диаметра, которые находятся в углах комнат, являются закладными. Устройство натяжного потолка для того, чтобы между натяжным потолком и плитой перекрытия не было никакого напряжения, никакого давления для того, чтобы натяжные потолки в случае каких-то перепадов температур, так скажем, не прилипали к монолитной плите перекрытия. Такие моменты иногда бывали, и для того, чтобы в пространстве между натяжным потолком и плитой было одинаково давление, для этого делаются вот такие решетки. Есть еще одна вентиляционная решетка, которая находится всегда в кухне-гостиной. Она имеет диаметр 200 миллиметров, идет через весь второй этаж и выходит на крыше в металлическом коробе. Оно имеет два назначения. Первое – это естественная вентиляция для того, чтобы наш дом дышал и не скапливалось влага. Второе назначение – в дальнейшем, когда у нас будет газовый котел и придет технический специалист для подключения газа, он обязательно будет требовать, чтобы в доме была естественная вентиляция. Соответственно, у вас уже не будет проблем, не нужно будет что-то придумывать, бурить ответ и делать какую-то вытяжку. Пару слов хочется сказать про санузел, про нашу ванную комнату. Ну, по отделке, я думаю, смысла нет говорить. Вы видели уже много всяких решений. Что хочется сказать с технической точки зрения? Здесь у нас располагается узел раковиной и стиральной машины. Для этого у нас здесь располагается и находится точка канализации, точка горячей и холодной воды, розетку для того, чтобы вы могли в дальнейшем подключить себе фен, электробритву, еще какой-то прибор, вывод кабеля для того, чтобы можно было запитать наше зеркало. Этот угол мы предусматриваем для того, чтобы здесь стояла стиральная машина. Соответственно, вывод канализации, холодная вода, двойная розетка. Одна розетка для того, чтобы подключить стиральную машину. Вторая розетка для того, чтобы подключить водонагреватель, который будет располагаться на этой стене. Вот для этого у нас есть соответствующие выводы. Здесь у нас располагается радиаторная батарея, состоящая из шести секций. Во всем доме, где у нас предусмотрена плитка на первом этаже, везде предусмотрена система теплых полов. В этот угол мы ставим унитаз, вывод канализации, вывод холодной воды. Это место предусмотрено под устройство душевой кабины. На первом этаже присутствует одна спальня, она располагается с правой стороны при входе в дом. Спальня имеет интересную форму, она с эркерным остеклением, под окнами расположены радиаторные батареи. Так как у нас высота подоконников 65 см, то и сами радиаторы сделаны немножко ниже, чем стандартные наши радиаторы. Также имеется у нас зона для подключения телевизора, выключатели, розетка под выключателем, розетка для кондиционера и две розетки в зоне тумочек для подключения прикроватных светильников. Предлагаю подняться на второй этаж и посмотреть технические особенности второго этажа. Мы с вами на втором этаже. В данном проекте для удобства включения и выключения света в коридоре второго этажа была применена система проходных выключателей. Одни выключатели мы можем включить свет, поднявшись на второй этаж в зоне лестницы и выключить этот свет мы можем в зоне спален. То есть для того, чтобы нам выключить свет, когда мы подошли уже к спальням, нам не нужно будет возвращаться обратно к лестнице. На втором этаже у нас имеется три спальни. Самая большая спальня находится на задней части дома. Из окна открывается вид на приусадебный участок, на задний участок. Здесь также можем обнаружить с вами короб, в котором спрятана как раз та самая вентиляционная труба, которая ведет на крышу. В стандартном решении также у нас есть двухклавишный выключатель для того, чтобы мы могли с вами подключить люстру с разными возможностями переключения. Зона ТВ, розетка под выключателем и две розетки для подключения прикроватных светильников в зоне тумбочек. Две другие спальни, которые располагаются на втором этаже, имеют дополнительные выходы на балкон. Давайте посмотрим. Третья спальня тоже имеет выход на балкон. С балкона мы можем увидеть все эти красивые пейзажи. Отделка стен присутствует, обои, на полу ламинат, также у нас есть пластиковый плинтус, двухклавишный выключатель, стандартная розетка, две розетки для подключения прикроватных светильников, блок-розеток для подключения зоны телевидения. И также в каждой спальне, где присутствует выход на балкон, присутствует свой включатель для того, чтобы включать либо выключать свет в зоне балкона. Мы находимся в санузле второго этажа. Здесь также есть окно полноценной высоты 1,6 метра. Имеет матовое остекление, которое дает защиту от посторонних взглядов, но в то же время дает нам возможность пользоваться дневным светом. Здесь мы что видим? Мы видим радиаторную батарею. Высота стены до скошенного потолка составляет 1,8 метра. Также у нас здесь есть вывод для подключения ванны, канализация, горячая-холодная вода. Здесь у нас также есть вывод канализации для подключения унитаза с выводом холодной воды и подключение для раковины, канализация, горячая-холодная вода, розетка и вывод кабеля для подключения освещения зеркала. Хочу уделить немного вашего внимания заборам. Стандартное сечение трубы составляет 60 на 60 миллиметров, но в зоне крепления ворот используется профилированная труба сечением 100 на 100 миллиметров. Облицовка забора евроштакетом. Ширина евроштакета 13,8 миллиметров, высота 1,7 метра. Основанием для забора служит бетонная лента сечением 20 на 40 либо на 50 сантиметров высотой. Армируется четырьмя стержнями арматуры диаметром 12 миллиметров. Этот проект с одной стороны стандартный, но есть несколько решений, о которых мы будем сегодня с вами разговаривать, которые дополнили и архитектурную выразительность, и какие-то конструктивные особенности данного здания. Одной из конструктивных особенностей данного дома является эта колонна, которая имеет сечение 40 на 40 сантиметров. Она монолитная, железобетонная, усилена четырьмя стержнями арматуры диаметром 12 миллиметров. В качестве поперечной арматуры используются хомуты диаметром 6 миллиметров. Эта колонна нужна для того, чтобы держать наш балкон, который находится в фасадной части дома. В качестве плиты перекрытия балкона применяется также монолитная плита 18 сантиметров толщиной, также армируется арматурой диаметром 10 и 12 миллиметров. Входная дверь металлическая, если мы можем обратить внимание, она пока в защитной полиэтиленовой пленке. Также мы устанавливаем дверные упоры для того, чтобы дверь при открытии не могла испортить фасад нашего здания. На крыльце и на террасе присутствуют розетки влагозащищенные для того, чтобы вы могли подключить какие-то ваши электроприборы, будь то какой-то компрессор, либо автомобильная мойка, ну что-нибудь. Это электроопора, от нее у нас через кабель СИП идет подключение к нашей трубостойке. Здесь идет основная сборка электричества. В дальнейшем этот кабель уходит под землю и под землей в определенной защите мы запускаем этот кабель в дом. В качестве дополнительной услуги здесь был выполнен навес. Размер навеса, ширина его 3,6 метра, высота в минимальной точке 3,3 метра, длина порядка 8 метров. Мы находимся на террасе, как вы можете увидеть, в данный момент идет подготовка к установке системы кондиционирования. В дальнейшем эта вся аппаратура будет находиться на стенах, на улиц ночных, на внутренних, пока идут работы. Мы не будем и мешать, и немножко с вами рассмотрим расположение террасы. Здесь у нас находятся два светильника. Они включаются с зоны кухни. Там у нас есть выключатель, если вы обратили внимание. Подшивка потолка данной террасы осуществляется тем же самым способом, что и подшивка карнизных светов. Это белый профильный лист. Здесь у нас присутствуют также влагозащищенные розетки для того, чтобы мы могли подключить наши электроприборы. Несущая способность кровли терраса обеспечена профильной трубой сечением 80 на 80 миллиметров. Толщина стенки 3 миллиметра. У нас использовано четыре стойки. Это был краткий обзор нашего с вами дома. Возможно, он был более технический. Возможно, кому-то это покажется более интересным. Вы пишите в комментариях, какая часть обзора вам больше нужна. Интерьер и дизайн или какие-то технические части. Также не забывайте участвовать в нашем конкурсе. Главный приз это Тандыра. Он уже едет к нам через посредством транспортной компании. Со дня на день будет на месте. Мы обязательно его сфотографируем и вам покажем. Поэтому заходите на сайт. Там есть специальный баннер. Регистрируйтесь, выкладывайте фотографии вашего готового дома, как вы его обустраиваете и участвуйте в нашем розыгрыше. С вами был я, Дмитрий, инженер технического отдела компании Стройгарант Анапа. Оставляйте комментарии. Под первыми двумя комментариями я обязательно отвечу. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Что там еще надо делать? Я без понятия. Всем до встречи. Пока.